Всем привет, друзья, с вами Маркович, и мы продолжаем играть в Green Hell. Мы с вами в прошлый раз нашли вот этот военный лагерь, в котором сейчас находимся. Здесь очень много разных записок, очень много диктофонов и прочего-прочего, что можно почитать, посмотреть, послушать, поэтому именно с этого мы с вами сегодня и начнём. Я надеюсь, история наша как-то немножко прояснится, но для начала я бы хотел на самом деле выкинуть вот половинку кокосов у нас с вами есть здесь. И я, наверное, сделаю здесь костёр всё же, потому что у нас есть кое-что, например, мясо, которое также час осталось, кстати говоря, ему. Можно было бы пожарить, в принципе, да и в целом водичка здесь рядом есть, поэтому можно вскипятить, если что, поэтому, да, костёр здесь, я думаю, пригодится очень даже. Так, ну только бы под тентом бы, наверное, сделать, да, под навесом, чтобы если вдруг дождь какой-то пойдёт, он бы нам здесь не повредил. Ну вот тут поставлю прямо, давайте. Так, мне надо кост... Что такое у нас с вами ещё здесь? Так, снаряжение получше найти, найти мию, понятно. Меня интересует сейчас костёр, который мы с вами ставим вот сюда. Так, палок у меня, конечно же, нету, но тут, благо, деревьев везде в округе много, поэтому мы сейчас с вами просто их нарубим, получим необходимые палки и сделаем. Ну и, кстати говоря, да, пока я тут всё, собственно, рублю, подготавливаю для костра, мы же с вами нашли ещё здесь и карту, которая нам показала интересные места, скажем так, некоторые, о которых мы ещё не знали. Мы находимся сейчас с вами... Давайте вообще посмотрим по карте. Я так понимаю, мы с вами находимся вот здесь. Это мы с вами нашли, там ещё один закрытый, тот самый камушек, который, видимо, нам откроется после очередного принятия зельца. Вот. И какой-то лагерь здесь неподалёку ещё, видимо, один находится. Вот. Мало того, что он как бы на карте уже есть, так ещё и красными точками. Красными точками отмечены, как мы с вами знаем, да, интересные разные места, в которых что-то бывает. И недалеко здесь имеется островочек, также с красной точкой, я думаю, нам стоит туда с вами отправиться. Как раз мы пока с вами недалеко находимся, тут буквально, ну, видимо, проплыть придётся, я так понимаю. Посмотрим, что там на том острове хранится, может быть, что-то найдём интересное. Вот. Ну и, конечно же, в лагерь сходим, тоже разведаем там всё. Что нам, в общем-то, остаётся ещё и сделать. Так, ну ладно, костёр у нас есть. Уже хорошо, точнее, ну, заготовка, скажем так, да. Я пока, наверное, ничего с ним делать не буду. Не поджиг... А, хотя нет, у нас же мясо ещё вообще пригодно к употреблению, нет? Нет, 7 минут осталось, просто выкину, пускай здесь портится, фиг с ним у нас. В принципе, еды есть, много довольно-таки с водой, пока беда. Давайте-ка выпьем вот так вот и пойдём сейчас заполним. Благо, опять же, воды здесь много. Прям вообще жесть. А хотя, может быть, даже и плыть не придёт, смотрите-ка, у нас с вами прям тут же есть такие отмели, как бы, получаются, да. Можно будет ими воспользоваться. Так, давайте наберём бидончик воды. Ну и славненько, пошёл дождь, значит, просто брошь кокоса здесь, пускай наполняются потихонечку, в принципе. Тихо-тихо, маленькая пищалка, не пищи. Ну что ж, а мы с вами, давайте начинать, будем потихонечку осматривать всякое разное. Это всякие письма и прочее, 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 чтобы вообще прояснить ситуацию. Надеюсь, хоть как-то нам с вами сейчас всё это прояснят, что же такое происходит, чёрт побери, у этих грёбаных джунглях с нами. Ну, давайте смотреть. Так, отдел полевых работ, Филипп Смит. Изменение форматов отчётов. Из-за проблем с взаимодействием все дальнейшие отчёты должны записываться в формате аудиодневников. В отчете должен быть указан его номер, имя составителя и место составления. Требования количества отчётов нет. Вести их следует, исходя из обстоятельств. Аудиодневники будут собираться раз в неделю вместе с образцами. Самолёт будет прибывать, как обычно, в 12 по четвергам. Аудиодневники должны быть подробно описаны, тщательно запакованы и подготовлены к передаче пилоту. Ага, я так понимаю, самолёт как раз-таки в том самом месте, где вы с вами были. Ну, суть по всему. Так, диктофон и ещё одно письмо. Давайте письмо почитаем. Филипп Смит. Приказ об эвакуации. По результатам отчётов 37-39, подтверждающих, что дальнейшая деятельность бессмыслена в связи с отсутствием объекта Y, корпорация ОМОЛУ сворачивает все работы в этой области. Вам приказано эвакуироваться с базы. Все сотрудники должны прибыть на борт самолёта в 12 часов в четверг. Какие-либо задержки или вопросы об эвакуации в другое время в расчёт не принимаются. Всё снаряжение необходимо оставить на месте. По возвращению участники экспедиции пройдут годовой карантин, на который они соглашались, подписав контракт. Любые попытки избежать карантина или сократить его длительность, а также отказ от пройти тесты и непредоставления финальных отчётов, будут сочетаться с нарушением контракта. Категорически запрещены связи со СМИ, связь с людьми за пределами строго оговорённой группы, назначенный на проект, связь с другими исследовательскими комплексами, раскрытие какой-либо информации о задачах, выполняемых для корпорации ОМОЛУ, нарушение контракта или соглашение о неразглашении будет строго караться. Так, ясненько. Теперь диктофон. Доктор Смит, доклад номер 23. Снова о Хиггинсе, так о нас. Её поведение становится невыносимым, а его одержимое здоровьем жены мешает работе команды. Я хочу ещё раз пояснить, что не обладаю достаточными познаниями в медицине, чтобы поставить ему диагноз, но я думаю, что это нервное расстройство. Ему становится всё хуже. Может посадить его на лекарство? У нас есть успокоительные, прошу вашего совета. Да, чуть не забыл. Я упаковал все образцы согласно новым указаниям. Надеюсь, в этот раз с ним ничего не случится в куче. Конец доклада. Так, ну, чё-то да, шиза, видимо, всё-таки крепчала. Как-то и мы были, очевидно, в этом лагере. Мы были вместе с учёными, с военными, я так понимаю. Но что-то пошло, блин, не так. С Хиггинсом, с нашим дорогим. Так, я здесь хочу, нет? Давайте поедим. Оп. Люб. Нормас. Пойдёт. Так, он в сумочке. В сумочке ничего. Просто пустая сумка. Окей. Так, давайте дальше искать всякие разные записочки и прочее, что можно почитать, повзаимодействовать. С чем какую-нибудь информацию, надеюсь, ещё узнаем. Но как-то потихонечку, хоть что-то уже более-менее, да, кажется, начинает проясняться. Альварес, доклад номер три. Лагерь Омега действует. Я смотрел периметр вместе с Вегой и не обнаружил ничего опасного. Сейчас мы охраняем лагерь по очереди, сменяясь каждые шесть часов. Но с завтрашнего дня он будет командовать Омега. Я перейду в Дельту. Так. Мы согласились выходить на связь по радио каждые пять часов. Большая часть команды вполне нормальная, но я не уверен, что нам стоило брать с собой Хиггинсы. Мы здесь всего пару дней, а добрый доктор уже до смерти надоел мне своим бормотанием. Он думает исключительно о своей жене. Мы с Эгой за ним присмотрим. Конец доклада. Так, хорошо. Кажется, мы с вами здесь всем докучали. Просто буквально всем. Так, ничего больше нет нигде. Еще, кажется, есть, да? Диктофон. Доктор Смит, доклад номер двадцать. На этот раз насчет доктора Хиггинса. Опять, ну так. Причем нашего сотрудничества ничего не смешало, но Хиггинс с каждым днем становится все страннее. Он все время хочет поговорить со мной о МИИ. Он думает, что раз я биолог, то хорошо разбираюсь в медицине. Я пытался объяснить ему, что лечение людей, особенно онкобольных, вне моей компетенции, но он, кажется, не желает этого понимать. А еще я начинаю сомневаться в его компетенции. Он почти ежедневно показывает мне все новые растения и утверждает, что наконец нашел нужный ингредиент. Позитивных же результатов на текущий момент нет, но все время меняет свои решения и показывает другие растения, будто убирает их наугад. Я, конечно же, не отвергаю ни одного образца, но беспокоюсь, что мы напрасно тратим время. Конец доклада. Так, окей. В общем, что получается, да, как бы? Мы с вами прибыли сюда с этой экспедиции, видимо. Жена наша болеет или болела, или непонятно, что с ней пока в итоге. И здесь искали какие-то образцы, видимо, для лекарства. Ну и тут, короче, что-то Хиггинс начал это самое, так сказать, здоровье его пошатываться, да? И непонятно все еще пока, почему мы вообще оказались хрен пойми где, как мы там оказались, почему мы все забыли. Что с нами приключилось? Не ясно. Так, у нас у меня здесь еще целая палатка есть впереди. Давайте заглянем мы в нее тоже, естественно. Ну что ж, мы с вами внутри. Здесь вроде как я смотрел ничего такого нету, чтобы можно было посмотреть, почитать. Костюмы с вами тоже напялить не можем, но нас с вами сейчас здесь продезинфицируют хорошенечко. Да-да, спасибо. Странно, что все еще это работает. Ну да ладно. Так, и вот здесь. Вот как бы образец нужен, да? Как бы образец. Мы образец видели, кажется, в холодильнике. Подождите, мы же открывали их вчера буквально. Мы же вчера их могли бы буквально открыть, ну, в смысле, в прошлый раз. Теперь все? Вот же образцы стоят какие-то. Чего? Тут прям даже написано, типа, нужные предметы. Образец крови. Может быть, тут еще есть? Но теперь я почему-то образца достать не могу. То есть, типа, если ты не сделал это сразу, то все? Типа, приехали, что ли? Диктофон. Слушайте, я не могу... Вчера же была прям отметка открыть. Что за дичь? Ладно. Так, а что еще здесь у нас есть? Диктофон, какая-то записка. И еще... Ну, давайте послушаем. Доктор Смит, доклад номер 26. Наблюдение за квасией горькой. Растение семейства... Симарабак какая-то там такое, со сложными соцветиями и небольшими длинными густо расположенными красными листьями. Отличительные особенности цветы содержат различные химические вещества, в том числе квасин, делающие это растение одним из самых горьких в мире. Местные жители готовят из него отвар для лечения лихорадки и болей. К сожалению, иной медицинской пользы, кроме этой, мне в нем найти не удалось. Кроме ужасного вкуса, растение не обладает никакими другими отличительными свойствами. Разумеется, его образец с полным биохимическим анализом будет управлен ближайшим транспортом. Конец доклада. Так, ладно, здесь что-то какие-то тоже образцы непонятные, что там такое. И здесь что-то... Блин, непонятно, почему мы тогда могли взять, я еще такой думаю, ну ладно, попозже возьму, сначала там все поизучаем. Так, чувак, тебе нужно отдохнуть. Теперь я, блин, не могу это взять. Какого хрена игра, ты чего? Какая, что, что, что изменилось с прошлого раза? Ничего, ровным счетом. Ладно. Так, сейчас отдохнешь, подожди секунду, давайте посмотрим, что еще здесь есть. Какие-то образцы тоже лежат, все. Тут вроде бы ничего такого особо и нету. А, вот что-то есть. Так, доктор Смит нам извест на непростом характере доктора Хиггинса, но мы хотели бы напомнить вам, что без него продолжать исследование невозможно. Ваше дело важнейшее, важнее любой личной неприязни. Посмотрим, просим вас учитывать, что доктор Хиггинсу и его жене пришлось многое вынести. Этот стресс мог сильно отразиться на их нервном состоянии. На их, то есть, типа, жена тоже что ли со мной вместе? Ладно. Ладно. Так, а это мы читали. Ну да, это вроде было уже. Хе. 27-й доклад. А за анон и колючь наблюдения. Желтые и зеленые цветы в виде сердца. Овальные плоды длиной до 30 сантиметров, весом 900 грамм. Покрытые темно-зеленые кожицы с мягкими шипами, белая и сочная мякость с черными семенами. Отличительные особенности, очень вкусно. Я собрал образцы плодов, листьев и коры. Анону, колючую, как и многие другие растения, местные используют для приготовления отваров от паразитов. Мне нужно повторить некоторые тесты, но растение, кажется, прямо обладает противовирусным, антибактериальным и антидепрессантными свойствами. Подобавок к этому, некоторые вещества из этого растения могут даже уничтожать раковые клетки. Я хочу сохранить профессиональную выдержку, но мне впервые кажется, что мы действительно стали близки к нужным нам открытию. Рекомендую провести тщательный анализ аноны среди всех изученных нами образцов в первую очередь. Конец доклада. Ладно, хорошо. А что с кровью-то? Почему не могу взять... Игра? Как же это? Что такое? Вчера... Нужно... Ладно, ладно, пошли отдыхать. Так, ну что, утречка, так сказать, добрая и... Непонятно. Непонятно. То есть проводились исследования. Тут мы, как бы, точно, очевидно, мы с вами были здесь, тоже замешаны в этом. Что случилось, все еще не ясно. Как бы, почему оказались... Да, опять же, там где-то еще. И непонятно, почему не могу сейчас проявить кровь эту, блин, дурацкую, которая там была. Может быть, нам стоит... Так нет, а какая разница? Типа, мы вчера шмакли с ней по взаимодействию сейчас не можем почему-то. Странная хрень какая-то. Так, здесь у нас есть, если что, кстати говоря, та самая лоза, да, для брикодавления. Давайте возьмем, наверное, ее с собой. Взяли, отлично. Так, тут что-нибудь... Цветочки эти непонятные. Давайте зайдем еще раз. Если сейчас не получится, то, наверное, отправимся тогда сейчас мы с вами вот сюда. Посмотрим, что там на этой точке есть. Возможно, в другом еще лагере тоже что-то есть. Но должно быть что-то. Я уж думаю. И тут какая-то еще точка тоже есть. Непонятно, здесь тоже точка. Но пока с ближайших начнем, там будет уже видно. Давайте сейчас еще раз зайдем, опробовуюсь. Нет, почему-то я не могу здесь нифига ничего не сделать, не могу, не взять. Нормально. Но вчера точно с этими дверьками можно было взаимодействовать. Это мы с вами даже пробовали, типа, открывали, а потом не стал брать просто образец. То есть игра рассчитывает на то, что я такой открыл и сразу взял его, да? А потом, мол, он может не приходить. Ужас какой. Но это странно, мы с вами не можем, получается, его сюда сейчас вставить. Не знаю. Ладно, давайте отправимся на остров, он тут тогда ближайший к нам. Что-нибудь найдем, надеюсь. Так, нам, судя по карте, нужно просто на восток отсюда, от лагеря, и там будет тот самый остров, да? Я сверюсь, 25-33 мы сейчас с вами находимся, 25-30... Ну да, да-да-да-да-да. Просто, просто на восток, и все, отсюда прям идти. И 23-33, да? Просто на восток, в ту сторону. Вот, кажется, это он, наверное, вот там вот. И нам нужно... Возможно, не нужно плыть, возможно, можно как-то по этим отмелям добраться будет. Да не... А-а-а, как бы он тут закан... Ну ладно, давайте мы, как бы так, знаете, не сильно усердствуя, короткими перебежками, сейчас будем добираться таким образом. Надеюсь, у нас с вами... Так, кстати, смотрите, у нас, по-моему, есть уже с собой-то, если что. Так, это я, пожалуй, съем. Пополню запас жиров, так сказать, в организме. Это необходимо, это важно. Ну, вот это тот, вроде как, да, наверное, он. Так. Указывают куда-то туда, примерно? Ну, сейчас, сейчас, сейчас разберемся, короче говоря. Доберемся в любом случае. Ну, такой, более-менее большой, вроде, островочек. Да, здесь можно прям пройти. Давайте посмотрим, что здесь есть. Если вообще что-то есть. Так, я вижу, какие-то камни, кстати. А! Так. Так, 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 что, 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 что? А, ну, мы нашли место, так получается. Да, да, для приготовления, отлично. Хорошо. Давайте посмотрим на карту. Отмечено, отмечено теперь это место. Не зря пошли, смотрите-ка. И не зря оно было красненьким отмечено, да, на самой карте. Блин, только нам теперь нужно здесь сделать костер. Но, благо, вроде бы, есть из чего. Так, давайте, что у нас тут такое? Появилось еще. Так, очередное место для церемонии. Мия так со мной и не связалась. Нужно рискнуть, нужно вспомнить. Нужно выпить. Кто там опять ходит, блин? Нужно еще выпить. Так, изготовить и выпить еще одну ивазку. Ну, да, да, да. Оно и понятно, в общем-то. Ну, давайте, давайте. Сейчас нам, видимо, с вами, собственно, покажут еще один фрагмент. Ой, бабочка пролетела еще этой истории. Так, где там мой мачете? Где мачете, говорю? Вот оно. Давайте фигачить сейчас все для этого, для кастрика будем делать. Готово. Ну, что ж, осталось только разжечь теперь все это добро здесь и заварганить. Давайте используем наш, собственно, разжигатель, специально обученный для этого. Так, и немножко сухих листьев, которые у нас с вами также с собой имеются. Да, хватит ругаться, давай, давай. Ты это больше, больше дела. Вот, молодец. Так, ну и что ж, добавляем. Добавляем. Понеслась? Вспоминаем еще что-то. Сейчас какой-то фрагмент нам с вами покажут. Готовы? Тогда давайте, смотрите. Я так понимаю, нас с вами сейчас... Нас с вами сейчас поведут, скорее всего, к тому месту, где мы как раз-таки были. И там просто откроется камень, видимо. Мы сможем туда пройти. Хотя, куда там камень ведет, непонятно, там же просто маленький островок был такой. Нифига себе. Так, ладно. Так, а что это птички валяются? Реально светит. Просто дорога из мертвых птиц. Ужас какой. Какие-то змеи. Да жесть какая. Охренеть. Подожди меня, маленький мальчик. Ну да. Так, я не понял, а где наша палатка? У нас здесь палатка была, вообще-то. И что, это все? Добыть не может. О! Все, понеслась. Знаешь, что самое ужасное в этой болезни? Прочитали мне 6 месяцев. Как мне жить, когда время уже на исходе? Как, черт побери, я должна? Я просто не могу. Я так больше не могу. Я просыпаюсь рядом с тобой каждый день, не зная, что у нас нет будущего. Для меня это слишком боль. Я хочу покончить с ней раз навсегда. Ощущение такое, что кто-то держит мое сердце в железном кулаке, и я не могу дышать. Я просто лежу и смотрю на тебя. Смотри. Я даже не могу. Медкарта. Выписка из истории болезни Эпикриз. Пациент-Мехи. Недос диагноз. Раковое образование не обнаружено. Сопутствующие заболевания и осложнения нет. Лечение. Проведенное терапевтическое лечение процедуры. Компьютерная томография грудной клетки не показала никаких опухолей. Легкие трахеи. Бронхия первого порядка в норме. Результат анализа крови без особенностей Проведено хирургическое лечение Процедура рекомендации по дальнейшему лечению Пациент выписан Рекомендуется пройти осмотр через 2 месяца Так Типа Вылечили? Или это еще до этого? Пока не ясно Ну вот тут все в порядке Судя по карте Ладно Давайте дальше вспоминать Так Опять какой-то кабинет Куча всяких вырезок и прочего Это все Ну не все Да Можно несколько вещей почитать Давайте Так Новый лучший мир Свершилось Корпорация Амола открыла новую эру в истории человечества Революционный препарат пропустил Поступил в производство И вскоре рак будет окончательно побежден Все началось с того, что путешественник Джейк Хиггинс отправился в Амазонию Вернулся секретом вечного здоровья Затем поделился своими находками с корпорацией Амол Компания немедленно приступила к исследованиям нового препарата Который раз и навсегда излечит рак Одна из худших болезней в скором времени будет полностью искоренена Возможно в это трудноповерить, но результаты тестов однозначно Лекарство действительно работает и приводит к полной ремиссии И это только начало Медицинская революция набирает обороты Уже ведутся исследования, нацеленные на ликвидацию других болезней Благодаря корпорации Амолу невозможное стало возможным Сегодня мы стоим перед уникальной возможностью Сделать человечество здоровым и крепким, как никогда прежде Ох, ё, хе, хе Ох, ё, так что есть такое Исполнение бразильской мечты Так, в то время как бразильская мультфильская корпорация Амолу Предлагает гражданам страны бесплатные инъекции Якобы революционные лекарства от всех болезней Весь остальной мир с возмущением влияет за тем Как цены на препарат взлетают вверх Так, та-та-та Успех корпорации Амолу медленно оказывает влияние на всю страну Бразилии До этого занимавшая восьмое место в мире по экономическим показателям Теперь продвигается к самой вершине Благодаря этому медицинскому открытию Страна превращается в силу ранее неизвестную миру Она уже погнала Китай И вскоре может стать самой богатой влиятельной сверхдержавой в мире И это связано не только с растающей прибылью от продаж Нового лекарства, но и с быстрым развитием Благодаря более здоровому и сильному обществу Сегодня мы еще не знаем, куда нас ведет этот эксперимент По ликвидации болезней у нас У всего населения Но вполне возможно, что Бразилия совершит мировую революцию Так Не могу видеть себя за твое решение Ты счел, что мне лучше не знать, чего все стоило Сделал бы ты это снова? Или цена моего лечения оказалась слишком высока? Так Прорыв в медицине корпорация Молу не нас излечит Только лишь фармацевтическая корпорация Молу Казалась в силах убедить Джейка Хиггинса Поделиться секретом вечного здоровья После чего Немедленно приступила к разработке нового препарата Нас ждет настоящая революция в медицине Хиггинс первый человек в мире Сумевший вступить в контакт с ранее неизвестным племенем Ебахака Перед отъездом Бразилии ему пришлось пройти полную вакцинацию Укрепить иммунитет, перейти на здоровое питание И подвергнуться многочисленным обследованиям Чтобы удостовериться в том, что он находится в идеальном состоянии Когда дело касается изолированных от мира племен Контакт с болезнью, принесенный извне Будь то даже обычной простудой Может привести к умиранию целой деревни Однако Хиггинс решил пройти это испытание И мы все должны быть ему благодарны Когда он добрался до места назначения То выяснилось, что все приготовления были ненужными В книге, написанной после возвращения Хиггинс Сделал сенсационное заявление Представители этого индийского племени Якобы никогда не болеют этим Он вселил надежду во всех больных Но книга в конечном итоге стала Огромным расчарованием Поскольку автор не раскрыл истинную причину Непробиваемого иммунитета индейцев Медицинские эксперты заявили, что без доказательств Его утверждения не более чем сказки К счастью, Хиггинс даже привлек сторонников Которые увидели потенциал в его необыкновенных заявлениях Корпорация Амолу Удалось убедить путешественника Поделиться полученными знаниями Амолу казалось единственной компанией в мире Насмелившейся начать нетрадиционные исследования С целью, среди прочего Произвести революцию в сфере лечения рака Скоро сложные хирургические операции И изнурительная химиотерапия останутся в прошлом Попытки многочисленных подражателей кроворасы Амолу Добраться до Ябахака любой ценой Лишь доказывают, что Джейк Хиггинс Действительно открыл секрет здоровья Интерес настолько велик, что Российскому правительству пришлось начать Отказывать выдачи разрешений на поездки На территорию племени Из соображений его безопасности Власти приняли специально Меры безопасности И создали разрешающую Создали резервацию Чтобы помешать любым посторонним лицам Подвергать племям опасности И Бахака находится под полной защитой Благодаря Хиггинсу и корпорации Амолу Медицины началась настоящая революция Которая приведет к ликвидации ранее неизлечимых И зачастую смертельных заболеваний Если дело удастся довести до конца Это будет означать, что один скромный путешественник Войдет в историю не только медицинского прогресса Но и всего человечества Так, смогут ли открытия Джейка Хиггинса спасти мир? Никто не верил в то, что Хиггинс действительно Нашел секрет вечного здоровья Сегодня нам известно, что благодаря его открытиям Корпорация Амола собирается изменить мир Свободив человечество от времени Болезней и страданий Так, ну что ж Пора двигаться дальше Я так пока... О, здравствуйте Так, тут у нас жена наша расположилась Ну, в смысле Хиггинса Че, имитесь почитать? Мия? Какая цена? Что мы... Что я сделал? Расскажи, прошу тебя Так, газета Скорость возними и качество Препарат Корпорация Амола уже доступен Прошел едва ли год с тех пор Как российская фармацевтическая компания Начала работать над новым революционным препаратом А это лекарство уже используется И прописывается пациентам Мировые медицинские эксперты Возмущены этим нарушением процедуры Выражают озабоченность По поводу безопасности пациентов Во вторник Всемирная Ассамблея Здравоохранения Вас Официально Осудила действия корпорации Амола Которая с такой рекордной скоростью Вывела на рынок новый препарат По словам представителей вас Невозможно за столь короткий срок Провести все необходимые тесты И соблюсти международные указания Касающиеся новых препаратов Тем временем президент Бразилии Предложил компании свою поддержку Заявив, что препарат Одобрен к продаже Соответствующими регистрационными органами Он также добавил, что у тяжелобольных Нет запаса нескольких лет В ожидании эффективного лечения По словам генерального директора Корпорации Амола Квиатека Препарат прошел проверку И безопасен для применения Говорят, что он исключительно эффективен В борьбе с раком Препарат якобы приводит к быстрому И полному выздоровлению И препятствует рецидиву И предотвращает образование метастазов Именно поэтому его ускоренное внедрение На рынок поддерживается организациями Со всего мира Прежде чем препарат пойдет к пациентам Так Короче, там было про препараты Что их нужно проверять там Трепарат делать все очень долго Не так быстро И потом только все это попадает На рынок Так, что у нас здесь такое Неизвестный вирус обнаружен в Бразилии Прошла неделя с тех пор Как бразильские больницы Поделились информацией О новых зараженных неопознанным вирусом На сегодняшний день сообщается О десятке случаев Из соображений безопасности пациенты изолированы Большинство из них впали в комы Врачи оценивают их состояние как серьезное Проводится испытание для идентификации вируса и его мутации В настоящее время пациенты проходят симптоматическое лечение С целью повышения их комфорта Власти убеждают граждан Демонстрирующих подозрительные симптомы Или вступивших в контакт с зараженным человеком Проверятся в ближайшей больнице И сильная лихорадка И бледно-голубые подкожные повреждения Один из первых симптомов инфекции Власти заверяют общественность Что ситуация под контролем И опасности начала эпидемии нет Блин, где-то я такое слышал уже Новый вирус в Бразилии Заражает все больше людей Ситуация в бразильских больницах ухудшается Насколько несколько десятков пациентов Уже умерло от неопознанного вируса Количество людей, которые оказались заражены этой инфекцией Только возрастает Больницы с трудом могут разместить поток пациентов Первоначально больных держали в изоляции Но ни в одной больнице нет достаточного количества изоляторов Для всех пораженных недугом Целые палаты и даже крылья больниц Вирусы превращаются в зоны карантина К сожалению, усилий медицинского персонала Может не хватить для того, чтобы предотвратить эпидемию Людей на поздней стадии заболевания Можно найти в домах, на улицах и публичных местах Что приводит к дальнейшему распространению вируса Хуже всего, дела обстоят в самых бедных районах В фавелах Антисанитария и ограниченный доступ К медицинскому обслуживанию В сочетании с недоверчивым отношением граждан к властям Еще больше усложняет Сдерживание вируса на этих территориях Министр здравоохранения заверяет общественность, что несколько научно-исследовательских групп Уже работают независимо друг от друга С целью идентификации вируса В то же самое время для определения источника и причины эпидемии Сформирована специальная следственная группа Президент Бразилии заявляет, что ситуация под контролем И просит граждан соблюдать строгие меры безопасности И по возможности избегать общественных мест Из соображений безопасности были отменены Несколько крупных мероприятий А посещение детских садов и школы резко сократилось Несмотря на надеживающий тон властей Бразилия находится на пороге хаоса И все это из-за препаратов, сейчас скажут, да? Из-за этого Потому что какой-нибудь типа Заразу принесли из джунглей мы, да? Эпидемия неизвестной болезни выходит из-под контроля Не так давно Бразилия мечтала стать величайшей в мире своих державой А теперь оказалась на грани полного краха Таинственная болезнь уже несла в Бразилии жизни 20 миллионов человек В стране заканчиваются предметы медицинского назначения Правительство больше ничего не контролирует Если эпидемия выйдет из-за предела страны Кризис может поглотить весь континент Я думаю, с такими цифрами уже дам оба вышла по идее Из-за трагической ситуации В Бразилии соседние страны ввели процедуры Предназначенные для защиты своих граждан на заражение Для контроля границ Дислоцированы дополнительные силы А официальные пункты их пересечения Закрыты Беглицов, пытающихся за незаконно покинуть Бразилию Задерживают, отправляют обратно Остальной мир также ввел ограничения Так большинство аэропортов Престановили рейсы в Бразилию обратно На специальные конференции, организованные представителями вас Со всего мира, ведутся дискуссии о том Как помешать дальнейшему распространению Неопознанного вируса Одно из первых предложений Заключается в усилении мер безопасности На Панамском перешейке К географической точки зрения Это наиболее удобное место для остановки эпидемии Поскольку та уже добралась до Колумбии Другие предположения включают Возведение заграждений Из колючей проволоки, заборов или даже стен Из побережья до побережья Рассмотрелся вопрос задействования крупных военских соединений Легко заметить беспомощность вас перед лицом кризиса Все решения, обсуждаемые до сих пор Направлены главным образом на защиту стран Еще не затронутых болезней Никто не предложил ни одного метода эффективного лечения вируса Или ограничения территории Объятой хаосом Первый день конференции привел к консервовывающим выводам И мир по-прежнему не может чувствовать себя в безопасности Все решили, что это единственный выход Прикрытие аэропорта, морские порты А теперь еще и от изоляции от целого континента Так, что-то какой-то экскаватор стоит Какие-то прям вообще неожиданные, знаете, возникают здесь у нас с картиной Ах ты же злой Местный товарищ И даже в чертогах разума они все-таки нашли меня И я сопротивлялся как мог Но они меня достали Так, ладно, пойдемте Опа Жесть Могилы, что ли, какие-то? Ну, похоже на то Воу Это что, город? Город посреди джунглей? Ух ты же, ешки-матрешки Охренеть Ты думаешь Ё-моё, ты думаешь, я того стоила? Ёптудэй Что ж ты натворил, доктор Хиггинс? Что ж ты натворил? Жесть какая Воу Воу Так, а че это скелет лежит? Ээээ, я надеюсь, это не Мия? Записная книжка обновлена Ну-ну-ну, ну и че там такое? Давайте смотреть Ох, жесть Я все эти... Это же коронавирус Смотрите на него Все эти люди Мия, один раз я тебя уже вылечил Не сдавайся, я справлюсь Я должен... Куда ты ушла? Так, это экспедиция Зачем она здесь? Это они забрали ее снаряжение из аэропорта Они пытались найти лекарства Где все? Этот лагерь принадлежит Амолу Из моих видений Они пытались создать лекарства С помощью этой машины Но им не хватило ингредиентов Я им помогал Они эвакуировались без лекарств Но почему? Что я упустил? А, это мы, видимо, сюда прибыли уже Когда эта хреновина Произошла, типа, эпидемия Все дела Да, и мы сюда прибыли лекарства искать Так Изготовить лекарства? Но мне даже нельзя проанализировать кровь Может быть, теперь можно будет Вау Вау Ну и жесть Так И что это? А! Метатель-крюкошка Так Берем, берем, берем Берем Подожди Я так думаю Тебе это больше не нужно А кто это? Кто это? Интересно вообще такой Кому здесь лежит Замурованный Жуть какая Это Альварес Я упал в эту сраную пещеру И Это Альварес? Это Альварес Господи, кажется, я ногу сломал Так, стоп Номер доклада Блин Нахрена я вообще? Альварес Доклад номер 24 Мне удалось зафиксировать ногу Но выхода отсюда не видно Стена покрыта рисунками Здесь явно кто-то был до меня Но как они сюда вообще попали? Здесь нет ни малейшей трещинки Чувак, нужно просто было выпить изделие Видишь, открылось Это все из-за этой Падлы Хиггинса И я говорил, что он Нахрен нам не нужен Хиггинс Говна ты кусок Отвечай на вызов Жулики, вы оба Что ты, что баба твоя Я знал, что вам нельзя верить Чтоб ты сдох, скотина Из-за тебя это все Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет Я сам тебя сокол гью Когда отсюда выберусь Блин, жесть, бедный Альварес, конечно Попал конкретно Он здесь что-ли упал, походу Наверное Бедолага Ну просто у тебя не было суперзелья А вот ты лагерь, кстати, наш Так, ну что, что Тут, короче, прям пипец какой-то завернули-то они, а Прям мох как завернули Я грязный, блин А попить можно? Нет, ладно Да Так, мы нашли с вами там эту кошку Которую можно швырять теперь Нет, только не пить, помыться давай Помоемся Короче, ну и заварушку устроил этот хигин, должен я сказать Получается, нашли лекарство Вроде как вылечил жену, я так понимаю Но какая-то сранец Постранилась просто по всей стране И там просто происходила полная жесть Отправились, видимо, обратно сюда За поисками лекарства, чтобы как-то И теперь нам нужно его приготовить О, боже мой Но я все еще нахрен пока не понимаю, как он оказался Почему, что, что произошло Но, видимо, мы с вами, возможно, узнаем это дальше Так, дайте, как же банан поесть Раз мы с вами так далеко зашли Я имею право съесть банан, мне кажется Да-да-да, точно-точно так и есть Да, ну, конечно, сильно Прям, ух, хорошо Ну что ж, я предлагаю вернуться в лагерь Кстати, прям отсюда и видно было Я, правда, не заметил Я там пошел, заметил А вот здесь не заметил Возвращаемся в лагерь Там нужно как-то осмотреться Будет потом еще Не знаю, отдохнуть И отправиться дальше У нас теперь есть Метатель для круга кошки Это хорошо Значит, мы с вами сможем забраться вот там Где до этого не могли забраться, в принципе Так, я тебя с собой еще возьму Это всякий пожарный Так, у нас, в принципе, сейчас У нас есть и кора, это самое, да И Эти ягодки, если что, имеются тоже Это хорошо все Ну что ж, я вернулся в лагерь Мы с вами сейчас находимся здесь Я думаю Я вот, правда, по карте хрен поймешь здесь Но мы можем залезть здесь теперь, если что, да И, ну, как будто бы Тут можно пробраться вот тут, на самом деле До этой палатки Такое впечатление есть у меня, знаете Так что мы проверим, наверное, вариант Я не уверен, что все здесь Ну нет, наверное, есть, раз там точка Это есть, что-то есть Надо будет посмотреть Благодарю, у нас теперь эта штука есть Отправимся сюда Сходим сюда В следующий раз тогда Ну и Тут какая-то точка, не знаю Надо будет, не надо будет туда идти Вот здесь Тоже какая-то точка есть Она, в принципе, ближе к нам находится даже Что-то там тоже есть Может быть, даже еще какие-то лагеря Он же там говорил, какие-то лагеря Еще там, что-то там Сям Хиггинс Ой, не Хиггинс Этот, как у Альварес, кажется Об этом говорил Блин, но, конечно, закрутиление здесь знатное Должен сказать И Хиггинс делов тоже натворил пипец Просто вообще жесть Но я так понял, что это уже экспедиция Да, именно за лекарством От этого вот Эпидемии Которая, собственно Разгорелась После того, как, видимо, все-таки Амола сделали эти лекарства Ну, это жесть, конечно Просто жесть Но будет очень интересно все-таки Посмотреть, что же будет в конце Что же будет в конце И что, и почему Но, надеюсь, нам вообще прям все объяснят Прям пока что супер круто Пока что все замечательно Надеюсь, вам тоже нравится Ну что, друзья На сегодня мы с вами завершим Всем спасибо за просмотр Не забывайте комментировать Нажимать на колокольчик На этом мы с вами увидимся Всем до скорого И пока-пока